Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ЛРТ. Программа «Итоги недели» в студии Ольга Чуканова. В начале коротко о главном. 12 апреля люберчане отметили День космонавтики. Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области работает в Люберецком округе. Чемпионат по волейболу среди учителей прошел во Дворце спорта «Триумф». Мир, труд, танцы. 25-летний юбилей отметила детская хореографическая школа. 12 апреля люберчане отметили День космонавтики. Традиционно у памятника Юрию Гагарину прошел торжественный митинг. В нем приняли участие руководители и жители округа, а также студенты техникума, где в свое время учился первый космонавт. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Этот день изменил историю всего человечества. 12 апреля стала значимой датой не только для нашей страны, но и для всей планеты. Юрию Гагарину тогда аплодировал весь мир. И сегодня, спустя 57 лет, о его подвиге говорят все – и взрослые, и дети. Так просто. И слово с улыбкой найдя, поехали. Словно судьбу бередя. С именем Юрия Алексеевича Гагарина в Люберцах связано многое. В его честь назван проспект на севере города, а в центре открыт музей. Его имя с гордостью носит техникум, в котором получают путевку в жизнь юные гагаринцы. Я очень горжусь тем, что я обучаюсь техникуме имени Юрия Алексеевича Гагарина, потому что это великий человек для нашей страны и для истории в целом. 12 апреля – особая дата для руководства и студентов Гагаринского техникума. Каждый год они устраивают торжественный митинг и каждый раз приглашают людей, которые лично знали или хотя бы раз в своей жизни видели легендарного космонавта. Каждый раз 12 числа, я вспоминаю, когда прозвучало это сообщение, такая нас охватила радость. Мы были молодые тоже, как вы. Такая радость. И все мы, все люди не могли быть дома. Люди выходили на улицу. Все собрались и пошли на Красную площадь. Идти было не очень далеко нам, институт около Белорусского вокзала. Но народу было столько, что где-то на Маяковской мы заостряли. Для моего поколения этот праздник, день 12 апреля, он такой же великий, как день 9 мая. Свои поздравления выразили и самые маленькие жители города. Они подготовили стихи и танцевальные номера, приуроченные ко дню авиации и космонавтики. А завершился митинг традиционным возложением цветов к памятнику первому человеку, покорившему просторы Вселенной. Луизия Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Люберцах состояло заседание Общественного экологического совета. Активисты округа совместно с Общественной палатой обсудили ряд вопросов, связанных с экологией. Первое заседание Общественного экологического совета состоялось в Люберцах. В нем приняли участие члены Общественной палаты и активисты округа. Всех их волновал вопрос экологии. Поступило обращение от инициативного гражданина и группы экологов о создании некой дискуссионной площадки для обсуждения вопросов экологии в рамках нашего городского кулюберца. Инициативу подобного проекта принадлежит Евгений Алою. Совсем недавно он переехал с семьей из Истры в Люберце и вскоре понял, что проблема экологии касается его семью очень остро. Он связался с Общественной палатой и договорился, что привлечет инициативных граждан из городского округа, которым данная проблематика интересна. Моя идея, основная идея этого совета – объединить всех неравнодушных людей города Люберца. Объединить одной важной идеей. Идеей сохранения экологии и идеей защиты окружающей среды. Цель создания данной платформы – мониторинг ситуации экологической среды и поиск решения выявленных проблем с привлечением вышестоящих организаций. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с состоянием водной и воздушной среды, вывоз и утилизация отходов в городском округе Люберцы. Также были затронуты проблемы мусорных полигонов и мониторинг крупных промышленных предприятий на предмет санитарно-защитной зоны. Вот как я вижу наши задачи, что нам нужно сделать? Прежде всего нам нужно сделать – это выяснить вообще, какие есть промышленные зоны, сколько их промышленные зоны фактически, промышленные зоны, которые собираются делать по генеральному плану, что в этих промышленных зонах находится. Также Попова отметила, что важно информировать людей о наличии санитарных зон и принуждать застройщиков соблюдать границы. В свою очередь, общественная палата выразила готовность активно участвовать и помогать в решении экологических вопросов. Ну а по словам Евгения Лоя, подобные встречи будут проходить не реже одного раза в месяц. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Продолжая тему, члены Народного экологического совета начали проводить рейды в городском округе Люберцы. Первым объектом стало мусороперерабатывающее предприятие в Машкове. Из-за многочисленных жалоб местных жителей работу организации проверили также сотрудники администрации, полиции и органы прокуратуры. С октября 2017 года от жителей деревни Машкова стали поступать жалобы на деятельность мусороперерабатывающего предприятия. По словам взволнованных людей, после закрытия полигона в Балашихе здесь значительно увеличился объем работы. Нашу съемочную группу на саму свалку не пустили, но местные жители утверждают, за час сюда заезжают до 50 грузовых автомобилей с бытовым мусором. Я фотографировала талоны на разгрузку мусора и спрашивала, откуда машины. Поэтому у меня информация, что машины идут с Некрасовки, машины идут с Жулебина, с Железнодорожного, с Балашихи. Есть запах, запах от свалки. На дачных участках совершенно невозможно дышать. Эту ситуацию держит под контролем Владимир Ужицкий. По его поручению деятельность организации проверила рабочая комиссия, в которую вошли сотрудники администрации, полиции и прокуратуры. Кроме того, в рейде приняли участие жители и члены Народного экологического совета, созданного недавно в городском округе. Мы увидели производственную деятельность, законность которой необходимо еще уточнить нам. Потому что на месте комментариев полных мы не получили. Наша задача – выяснить правомерность вот этих всех мероприятий и вообще деятельность этого предприятия с точки зрения экологии. И, соответственно, принять меры. Эта проверка на данном предприятии не первая. И судя по тому, что в Министерство экологии и природопользования Московской области уже готовят запрос, далеко не последняя. Проверка самая большая была за последнее время. Были все представители. Спасибо всем, что нас услышали. И мы очень надеемся, что нам помогут жить в этом абсолютно небезопасном экологическом районе на сегодняшний день. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворах Люберчан могут появиться контейнеры для раздельного сбора мусора. Что принесет жителям это нововведение, обсудили в администрации городского округа. В зале заседания администрации обсудили тему разработки внедрения технологии раздельного сбора мусора. В беседе приняли участие руководители управляющих компаний, председатели ЖСК и представители ТСЖ. Эта работа такая целевая, каждодневная, постоянная и такая упорная достаточно. Уже в ближайшее время сбор мусора будет проходить по принципу деления на грязные и чистые. При этом схема распределения такова. К грязным относятся пищевые и растительные отходы, а к чистым – бумага, стекло и небольшой металл. Также планируется установить сетчатые контейнеры для чистых отходов. Каждая управляющая компания должна утвердить, согласовать в администрации каждую контейнерную площадку, где она стоит, что на ней находится, что там происходит и сроки установки. Кроме того, Владимир Ружицкий отметил, что контейнеры должны быть ограждены с трех сторон, обеспечены необходимым освещением, описанием предназначения, а также иметь асфальтные или бетонные подходы к ним. В данное время ведутся переговоры о их закупке и установке на территории Люберецкого округа. Администрация возмещает покупку контейнера в отношении 50, финансирует за счет местного бюджета и 50% за счет управляющей компании. Средняя стоимость одного контейнера примерно 18 тысяч. Сергей Чувашов добавил, что старые контейнеры убирать не будут. Их оставят для сбора грязного мусора. Помимо вопросов утилизации бытовых отходов, особое внимание на совещание уделили подготовке к субботникам. В настоящее время к участию в них привлечены 34 управляющие компании и 43 ТСЖ. Также к массовым уборкам пригласили образовательные и муниципальные учреждения. Мешки, грабли, перчатки, краска. Также проводим текущий ремонт детских площадок. Все, к чаепитию все готовы. Управляющие организации на своих территориях проводят чаепитие, развлекательную программу для жителей. Также на сайтах управляющих организаций, во дворах, на стендах, подъездах вывешен адресный перечень проведения управляющими компаниями субботников. Также график выдачи инвентаря. В этом году на субботниках ожидается участие более 40 тысяч жителей. Напомним, в 2017 году Люберецкий округ убирали около 29 тысяч человек. Мария Антонова, Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. В Люберцах после капитального ремонта сдали сразу три дома. Все они расположены на Октябрьском проспекте. Проверить качество выполненных работ приехал руководитель главного управления госжилинспекции Московской области Вадим Соков. В рамках выполнения губернаторской программы «Мой подъезд» в Люберцах прошла проверка содержания технического состояния. Сразу трех отремонтированных многоквартирных домов. Проводил ее лично Вадим Соков. И жители, да, управленческие компании? Да, жители. А это тоже по трафарету, да, смотрю, делали? Да, да. И провода, смотрю, убрали в короб. Там хорошо. Реконструкция трех корпусов на Октябрьском проспекте началась в 2017 году. За время работы коммунальщики произвели ремонт фасада и заменили его цвет с розового на зеленый. А в начале этого года отреставрировали лестничные площадки. А именно, произвели замену почтовых ящиков, тамбурных и входных дверей, поменяли осветительную аппаратуру на энергосберегающую, а также установили видеонаблюдение. Мы выиграли подряд, как организация, и благодаря нашим действиям, благодаря финансированию, мы отрестировали по пожеланиям жителей этих домов. Почему? По пожеланиям. Мы все цвета, все три, гамма цветов всех трех домов согласовывали с нашим жителем. В противном случае мы не приступаем к работам вот такого характера. В ходе проверки Вадим Соков остался доволен проделанной работой. Он подчеркнул, что теперь для жителей созданы все условия для комфортного проживания. Также особо отметил порядок на лестничной клетке и наличие видеонаблюдения. Хочу только обратиться к нашим собственникам. Вам достались хорошие новые отремонтированные подъезды и фасад вот в этом доме мы видим. Поэтому тоже просьба большая не допускать вандальных действий и, так сказать, относиться к общедомовому имуществу так же, как вы относились бы к своей квартире, к вашему имуществу. Что особенно важно, жители дома таким преображением тоже рады. Этот ремонт очень хороший, я бы сказала. Хорошо подобрали колор стен. Входишь, когда в подъезд, кажется, светло, солнечно. В подъезд заходить приятно, все новое, все красивое. Двери там современные с доводчиками. Напомним, в 2017 году в Люберецком округе отремонтировали 1300 подъездов в 370 домах. В 2018 году рабочие сделают еще 1332 входные группы муниципалитета. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Жители Красноармейской улицы больше не тонут. На днях коммунальщикам удалось избавиться от огромной лужи, которая образовалась у деревоперерабатывающего комбината. 10 кубометров песка. Именно столько пришлось убрать рабочим при прочистке этой ливневой канализации. При обследовании объекта стало понятно причина образования огромной лужи. На Красноармейской забиты истоки, за уборку которых раньше отвечал только деревообрабатывающий комбинат. Приедет здесь луж не будет. Другое дело, что все засоряется, надо отслеживать. Мы сегодня создали специальное подразделение по ливневостокам при Любрецком водоканале. Поэтому стоит задача в городе держать и порядок, и чистоту, и желательно, чтобы не было луж. После промывки стоков по улице теперь смело могут передвигаться как автомобилисты, так и пешеходы. Для того, чтобы устранить море на Красноармейской, коммунальщикам пришлось проделать сложную работу. Ведь большая часть канализации проходит через территорию комбината. Работы еще не закончены. Мы будем продолжать осуществлять обслуживание, эксплуатацию и промывку этой ливневой канализации. Потому что очень много песка и иловых отношений есть, отложений есть на самом предприятии. Здесь городской округ окажет помощь предприятию ДОКУ-13, чтобы на территории тоже осуществить чистку. Это уже четвертая крупная победа над затоплениями Люберецких дорог. Подобные работы проводились на третьем почтовом отделении улицы Кирова и рядом с торговым центром выходной. В текущем году власти планируют прочистить и другие критичные ливневки округа. Анна Троян, Митрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Начальник отдела ЖКХ муниципального казенного учреждения развития Тамилина заняла первое место в ежегодном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». Елену Чубарова признали образцовым работником жилищно-коммунального хозяйства. На днях наша съемочная группа побывала на работе у девушки и узнала, за какие заслуги ей досталась эта победа. В администрации поселка Октябрьский Елена Чубарова работает три с половиной года. За это время она прошла путь от ведущего эксперта до заместителя начальника отдела ЖКХ. Сейчас она руководит муниципальным казенным учреждением, отвечает за порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства во всем поселке. Ее работа, по сути, связующая звено между жителями, управляющими компаниями и надзорными органами. Как правило, мы работаем с обращением граждан. То есть люди к нам обращаются, мы комиссионно вместе с сотрудниками выходим на место, то есть смотрим, кто прав, все-таки управляющая организация права, либо подтверждаются жалобы жителей, выносим предписания управляющей организации, если, соответственно, управляющая организация предписания не выполняет, обращаемся в органы государственной жилищной инспекции, обращаемся в органы административно-технического надзора. В прошлом году Елена Чубарова решила принять участие в ежегодном областном конкурсе среди специалистов сферы местного самоуправления. Для этого необходимо было представить на суд конкурсной комиссии проектную работу или, проще говоря, самопрезентацию. Но в отличие от своих коллег, она не стала писать банальные отчеты о проделанной работе и пошла другим путем. Как раз мы тогда, в нашей администрации, проводили открытые конкурсы по выбору управляющей организации. Я была секретарем конкурсной комиссии. И как секретарь, который готовит все документы, который публикует протоколы, я поняла, что в этом конкурсе очень много лазеек, законодательных лазеек, которыми пользуются недобросовестные управляющие организации. Этот опыт стал основной темой ее проекта. Работа успешно прошла за очный этап, а затем и защиту. В конце марта в Московской областной думе подводили итоги конкурса. Елена Чубарова стала победителем в номинации «Лучший специалист в сфере коммунального хозяйства». Для меня, конечно, было неожиданностью, когда я узнала, что заняла первое место, честно, я на это не рассчитывала. Я не думала, что мою какую-то такую новаторскую работу, тем более она была такой законодательной, скажем так. Я не думала, что ее оценят по достоинству. Елена надеется, что с ее проектом познакомятся коллеги из других муниципальных образований. И пути решения тех или иных проблем, связанных с работой управляющих компаний, они возьмут себе на вооружение. Исследования молодого специалиста напечатаны в сборнике финалистов конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2017». Очередное заседание партии «Единая Россия» состоялось в Люберецкой администрации. На встрече присутствовали депутат Государственной думы Лидия Антонова, народный избранник Подмосковья Игорь Каханы, глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий, а также местные депутаты. В начале заседания участники встречи подвели итоги прошедших выборов президента России. Как отметила Лидия Антонова, Московская область вошла в число регионов-лидеров по явке на голосование. В одном только городском округе Люберце она составила 67%. Депутат Государственной думы поблагодарила однопартийцев за проделанную работу и попросила тщательно подготовиться к еще одним выборам в сентябре, на этот раз главы столичного региона. Еще больше уделить внимание это работе наших территориальных комиссий, в плане законодательного русла, без всяких нарушений. Это очень важно, чтобы была прозрачность, законность соблюдена при проведении выборов. Кроме того, за круглым столом обсудили ряд вопросов касаемо развития и благоустройства городского округа Люберцы. Лидия Антонова поручила участникам встречи разобраться с нелегальной парковкой при везде в Малаховский парк. На нее часто жалуются жители поселка, а завершилось заседание награждением люберецких депутатов, которые отличились в работе. Луиса Игязырян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Продолжается прием заявок на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». С 26 марта люберчане уже зарегистрировали более 110 проектов по нескольким номинациям. Прием продлится до 31 мая. 113 проектов от жителей городского округа Люберцы поступили на рассмотрение в оргкомитет областной премии «Наше Подмосковье». Ее цель – поддержка социальной активности жителей Московской области. Помимо одиночных проектов, участники регистрируют работы по трем номинациям – команда, объединение и сообщество. Самыми популярными направлениями для творчества стали «Патриотика» и «Гражданская инициатива», в рамках которых люберчане создают патриотические клубы, оказывают помощь ветеранам, спасают бездомных животных. Прием заявок продлится до 31 мая. Для этого нужно обратиться в любой из восьми консультационных пунктов. С 13 июня по 20 июля участники представят свои проекты в муниципалитетах. Награждение победителей пройдет в сентябре. В этом году фонд премии составит 180 миллионов рублей. Будет определено 2018 победителей. Напомним, премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Александра Тометили, канал ЛРТ. Получить банковские услуги стало проще. В Люберцах торжественно открыли новый офис возрождения. Филиал расположен в самом сердце города. В нем могут обслуживаться как физические, так и юридические лица. Есть вещи, которые мы, как партнер, можем сделать лучше, надежно, быстрее. Весь комплекс банковских продуктов. От денежных переводов до кредитования на различные цели. В новом филиале возрождения сделано все для комфортного обслуживания жителей и организаций. А сделки можно заключить как в основных залах, так и в двух переговорных комнатах. Мы обслуживаем порядка полутора тысяч клиентов юридических лиц, десятки тысяч физических лиц. У нас порядка 20 банкоматов в Люберецком округе. Это все позволяет нам уверенно смотреть будущее. Быть уверенными в завтрашнем дне теперь может и семья Люберчанки Елены. Их давняя мечта о большой трехкомнатной квартире уже становится реальностью. Ставка по ипотеке у возрождения 9,2%. Договор подписали прямо в день открытия дополнительного офиса. Мы с мужем решили улучшить жилищные условия и приобрести квартиру побольше в Люберцах. Обошли ряд банков, ознакомились с тарифами и остановились на банке возрождения. Показались самые приемлемые условия, проценты, скорость, что важно, оформление заявки. Кстати, ипотеке банк уделяет особое внимание. В ряде случаев закредитоваться возможно даже без первоначального взноса. Бюджетникам возрождение тоже сделал выгодные условия. Снизил ставку на потребительский кредит. В новом офисе предусмотрена круглосуточная зона 24. Здесь стоит банкомат, которым можно воспользоваться вне зависимости от того, работает банк или нет. Это очень удобно для тех, кто хочет снять деньги, к примеру, по пути на работу или поздно вечером. Второй по счету филиал разместился в самом сердце города, на улице Смирновская. Открыли офис в торжественной обстановке. Гостями праздника стали партнеры предприятия, первые лица Люберецкого округа и банка возрождения. Для нас Московская область, для нас город Люберцы – это родная земля. Мы сделали все, чтобы вам здесь было удобно. В традициях банка возрождения, в традициях честности, надежности, партнерства. Крайне важно, чтобы был офис, куда вы можете прийти, поговорить, решить свою проблему. И они пришли. Уже в первые дни работы дополнительный офис принял более сотни клиентов. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Чемпионат по волейболу среди учителей прошел во Дворце спорта «Триумф». Первые матчи турнира стартовали еще в декабре. Из 16 заявленных команд в финал вышли 4. Поздравить победителей пришел глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Чемпионат по волейболу такого масштаба в округе прошел впервые. В этот день помимо команд в зале присутствовали многочисленные болельщики. Они, не жалея голоса, поддерживали любимые сборные. 18-я! Поболеть за учителей округа пришел и глава Владимир Ружицкий. Он поблагодарил их за участие, а также за то, что он оходит время на спорт. Помимо такой сложной работы. Работа учителя, она достаточно в чем-то психологически непростая, даже тяжелая. Когда там отчитаешь этих уроков, у кого-то 5, у кого-то 6 бывает в день. Бывают такие уроки? Дни вернее. Да! И это тяжело, я вам сочувствую. И когда вот подобное происходит, я думаю, вы получаете удовольствие. Инициаторами проведения чемпионата стали сами учителя и управление образованием округа. Такое предложение, по словам Владимира Суркова, было поддержано сразу. Это здорово, когда сами учителя выходят с инициативой проведения спортивных мероприятий. Во-первых, они сами будут участвовать, сами это поддерживать и увлекать своих учеников в дальнейшем в такие игры. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд, из которых только 4 поборолись за призовые места. В итоге победителем чемпионата по волейболу 2018 года стала сборная учителей 55-й Красковской школы. А секрет победы, по словам игроков команды, заключался в самом простом. Я могу сказать одно. Главное – спокойствие, дружба, поддержка друг друга. Вы обратили внимание, мы менялись хорошо. Никаких без скандалов, без криков, без шума. И это, по-моему, мы успокоились. Первую проиграли, а две остальные выиграли. В итоге места распределились следующим образом. 21-я школа заняла 4-е место. Бронза у лицея номер 15. Серебро выиграла 18-я школа. И, напомню, почетное первое место у школы номер 55 из Красково. Мария Антонова, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Мир, труд, танцы. 25-летний юбилей отметила детская хореографическая школа. Большой праздничный концерт прошел в Люберецком дворце культуры. Бурными овациями встречали учеников и педагогов-зрители. Еще бы 25 лет непрерывного труда и самоотдачи. Сложно поверить, но когда-то мало кто верил, что в Люберцах будет своя хореографическая школа. Четверть века назад решилась на подобную смелость Татьяна Тропина. Вечное движение. Вот это вот наш девиз. Самый настоящий. Потому что спать некогда. Наши дети, если... Вот мы на фестивале выезжаем полшестого утра. Никто никогда не скажет, что это рано. Родители, там дети. В четыре надо, в четыре утра приходят. Сейчас в школе обучаются 470 детей. 43 преподавателя дают знания по многим направлениям хореографического искусства. Ритмика, народные, классические, эстрадные танцы. А также таким предметам, как режиссура и мастерство актера. Нам нравятся все виды танцев в хореографической школе. Но особенно мы любим классический и степ. На данный момент в школе занимаются шесть ансамблей. Престиж, тропинка, карусель, Россия, ритм, калейдоскоп. Последнему, например, уже 20 лет. Ныне это уже старшее поколение, чьи дети и внуки продолжают традиции своих родителей. В качестве подарка на юбилей любимой школы они исполнили танец «Сиднейская праздничная». Он о празднике, будем говорить, свадьбы у старообрядцев, которые живут в Сибири. Он очень красивый и вот такой, как бы сказать, символический. И, ну, я бы сказала, не стройный даже, а ну, нужный танец вот именно для этого момента. Такое прям торжественное танец. На сегодняшний день школа показывает хорошие результаты. Ансамбли участвуют не только в российских фестивалях и конкурсах, но и активно путешествуют по всему миру. Немалая часть призов находится в Люберецком краеведческом музее. Как признается Татьяна Тропина, главная награда для школы – это не дипломы и кубки, а познание мира и других культур. Поздравил Татьяну Тропину с юбилеем школы и Владимир Ружицкий. Он пожелал всему коллективу процветания и благополучия. Когда приду сюда, посижу и думаю, хорошо, что такие люди есть. И немножко могу к вам прислониться, попорадоваться, думаю, что я не знаю, на работу хожу. Как признается Татьяна Тропина, ее главная мечта – это строительство в Люберцах большого центра, где будет располагаться детская хореографическая школа. Наталья Григорьева, Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Финал Международной олимпиады по основам наук прошел в Люберецкой гимназии «Интерес». Ее участниками стали школьники из России, Киргизии и Турции. Подробности в сюжете Марии Антоновой. Китай, Чехия и Россия – страны, в которых в этом году проходит финальный этап Международной олимпиады. В каждой из них выбраны площадки для проведения. В России одной из них стала Люберецкая гимназия номер 16, где олимпиада такого уровня прошла впервые. Для нас это ответственно, потому что мы представляем Россию, мы представляем Московскую область и мы представляем Люберцы. Поэтому, конечно, мы готовились к приему гостей. Нам хотелось, чтобы им понравилось у нас. Нам хотелось, чтобы мы действительно рассказали о том, как строится система образования России. Иностранным гостям в этот день рассказывали не только о российском образовании, но и провели экскурсию по гимназии, где показали классы, музей и собственную киностудию. Всего вместе с учителями на олимпиаду приехало около 160 участников из России, Киргизии и Турции. Например, делегация из турецкого города из Кишихир приехала в составе 12 человек. И не пожалели о своем решении. «Несмотря на то, что нам говорили о холодном климате, что, возможно, будет не так тепло, как в Турции, нам все понравилось. Погода была хорошая, солнечная. Очень остались довольны оказанным гостеприимством. Мы остались очень довольны, и все впечатления превысили наши ожидания». Эта международная олимпиада проводится уже на протяжении 14 лет. Задания участникам выдавали на национальном языке, который решали на протяжении 90 минут. Кстати, организаторами мероприятия в этом году стали представители из Люберец, Стамбула и Екатеринбурга. «Данный опыт очень интересен, потому что можно познакомиться с образовательными системами разных стран на практике. То есть, когда учителя и ребята приезжают в школу в другую страну, они общаются в неформальной обстановке, они знакомятся, рассказывают друг другу, о том, как они учатся. То есть, эта олимпиада является не только соревнованием, где можно получить медаль, а найти себе новых друзей из разных стран». Итоги международной олимпиады будут подведены 13 апреля. До этого времени гости столицы посетят основные достопримечательности города. Мария Антонова, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошел заключительный день ежегодного фестиваля детской книги. Авторам конкурсных работ, посвященных произведениям Эдуарда Успенского, вручили дипломы и памятные подарки. Дядя Федор, кот Матроскин, крокодил Гена и чебурашка. На большинстве рисунков, представленных на конкурсе, можно увидеть именно этих знаменитых и всеми любимых персонажей Успенского. А некоторые ребята предпочли изобразить самого автора. Светлана Семина, например, за портрет детского писателя получила второе место. Тем самым пополнила копилку своих наград. Первый раз я заняла грамоту за участие. Второй раз я заняла второе место в всероссийском конкурсе в Волгограде. А сейчас я опять заняла второе место. Неделя детской книги проходит в Люберцах уже в пятый раз. С каждым годом количество участников фестиваля увеличивается. На этот раз своей работой представили 114 школьников из 22 общеобразовательных учреждений округа. И абсолютно каждого из них не оставили без внимания. У нас 34 победителя. В разных мы взяли несколько номинаций. Потому что ребенок есть ребенок. Он работает, он хочет понять, достойен он или не достойен. Но у нас каждый ребенок, который принял участие в этом конкурсе, получает диплом в любом случае. Чтобы у него был стимул в дальнейшем работать. Кроме награждений участников, в этот день на сцене Дворца культуры прошел праздничный концерт. Его устроили ребята из музыкальных школ городского округа. Организаторы тем временем уже определились с темой следующего фестиваля. Ею станут произведения известного русского писателя Павла Бажова. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Подведены итоги конкурса на создание креативного логотипа нашего телеканала. Напомню, он проводился в Инстаграм. Для участия надо было сделать рисунок, поделку, да что угодно. Главное, чтобы на фото присутствовал логотип ЛРТ. На днях победители получили заветные призы. Ровно две недели продолжался конкурс на создание самого креативного логотипа нашего канала. Всего три номинации и только три победителя. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшего из лучших. Как признаются организаторы, все работы были по-своему хороши. Отчастников мы отбирали коллегиально. Наши компетентные жюри, состоящие из наших коллег. Мы смотрели фото, которые нам больше всего понравятся, которые были забавные, креативные и интересные. Так, в номинации за самое точное воспроизведение нашего логотипа победил Артем Лушин и его яркие буквы с пластилина. За творческий подход выделили работу Андрея Шарова. Его дизайнерская роспись футболки специальными фломастерами особенно впечатлила членов жюри. Приз за самое необычное исполнение получила Анна Назарова. Ее шедевр – настоящее овощное произведение. По всему видно, она – кулинар от Бога. Так как я предверженник правильного питания, то есть стараюсь правильно питаться, и из овощей я также работаю в кафе. И из подручных средств, подручные средства какие на работе, продукты, питание. И как раз из овощей я сделала логотип такой интересный, Люберецкая районная телевидение ЛРТ. Перед тем, как вручить победителям их заслуженные призы, шеф-редактор Наталья Григорьева провела экскурсию по закулисе телевидения. Как признались наши гости, они оказались у нас впервые. Но на этом походе они решили не ограничиваться. Теперь они пообещали участвовать во всех конкурсах нашего телеканала. Вот такую кружку с фирменным логотипом нашего телеканала и сувенирную продукцию получили наши победители. Если вы не успели принять участие в нашем конкурсе, не расстраивайтесь. Наш телеканал постоянно проводит такие мероприятия. Так что следите за нашими событиями и обязательно участвуйте во всех конкурсах. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сколько времени проходит от съемки материала до выпуска сюжета в эфир? Как выглядит новостная студия? Эти и другие вопросы задали юные журналисты сотрудникам нашего телеканала. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и сегодня мы в гостях у телеканала ЛРТ. Совершенно верно. В гостях у телеканала ЛРТ маленькие журналисты. Ученики телешколы при театре киностудии «Чердак». Экскурсию по отделам телеканала для них провела шеф-редактор Наталья Григорьева. Многие ребята и школы к нам приходят, чтобы, наверное, узнать что-то интересное о том, как работает. О том, как выходит прямой эфир, как создаются сюжеты, как они монтируются. То, что начинающие журналисты пришли подготовленными и заинтересованными, приятно удивило редакцию телеканала. В свои 10-15 лет юные корреспонденты уже сталкивались с полевой работой. Я один раз, когда был праздник посвящения в Чердачата, в общем, я брала интервью у простых людей, которые туда пришли. Тем не менее, шеф-редактору телеканала было чем удивить детей. Неподельный восторг вызвала дикторская комната, в которой корреспонденты записывают закадровый текст сюжетов. Никто из ребят не ушел, не проверив, действительно ли в ней мягкие стены. Другое магическое помещение на экскурсионном маршруте – новостная студия. В ней каждый из учеников побывал на месте ведущего новостей. Во-первых, я никогда не видел Хромакея. Ну, я видел его, но не вживую. То есть, вот, постоял там, увидел, что я стояла там в зале, и там здесь репортажи ведут. Постоять в студии, увидеть себя в кадре, почитать текст телесуфлера – все это еще на шаг приблизило ребят к освоению профессии тележурналиста. Они увидели со стороны, ну, внутренний процесс, да, который происходит на телевидении, как это все делается. Потому что одно дело рассказывать теорию, да, давать теорию, какое-то знание, а одно дело самим попробовать. Кружки по тележурналистике стали трендом дополнительного образования. Они помогают детям налаживать коммуникацию с окружающими, бороться с робостью, повышают самооценку. Я приобрела смелость, то есть, я уже не боюсь камер, как боялась раньше, и научилась доверять тем людям, с которыми я работаю. Другое важное качество журналиста – креативное мышление. Как говорят сами подопечные телешколы, театр, киностудии «Чердак», после экскурсии у них появилось много творческих идей и большие планы на будущее. Александра Томей, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Дорога домой – так называется благотворительная акция, которая в очередной раз пройдет в Люберцах. Пристроить бездомных животных в добрые руки – главная цель выставки. Добро пожаловать в стаю – такой девиз волонтеров приюта Котовский энд Собакин. Вот уже в седьмой раз в Люберцах они проведут благотворительную акцию в поддержку бездомных животных. Традиционно она пройдет в Наташинском парке. 21 апреля с 12 до 15.00 мы сможем помочь нашим хвостатым друзьям. Корм, игрушки, миски, лотки – и это лишь малая часть всего необходимого. Но главный подарок, который можно преподнести четвероногому другу – это, конечно же, дом, что и является главной целью акции. Помимо выставки пристройства в парке пройдут лектории, мастер-классы для детей и взрослых, а также благотворительная ярмарка. И это все, чем запомнилась минувшая неделя. Следите за постами в наших социальных сетях и на официальном сайте телеканала ЛРТ. Ну а я, Ольга Чуканова, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин